Приветствую всех на своем канале и сегодня пойдет речь о правильной работе датчика массового расхода воздуха. Работа ДМРВ зависит во многом от частоты воздушного фильтра, поэтому если появились симптомы неисправности ДМРВ, прежде чем делать ремонт, следует проверить в первую очередь воздушный фильтр. Зачастую расходомер не подлежит ремонту. Если он неисправен, то его меняют на новый прибор. Но его стоимость достаточно высока, поэтому следует сначала убедиться, что причины неполадок именно в датчике, а не в других неисправностях машины. Сигналом для диагностики являются следующие признаки неисправности ДМРВ. Первое и самое распространенное, на панели приборов появляется надпись ЧЕК. Второе. Двигатель плохо заводится на холодную, очень медленно разгоняется, глохнет, падает его мощность. Конечно же, это связано с некорректными показаниями датчика ДМРВ. Третье. Это высокий уровень расхода топлива. Со временем вы начнете замечать, что уровень расхода топлива значительно увеличился, так как ДМРВ отправляет некорректные данные ЭБУ. Четвертое. Мотор нестабильно работает на холостом ходу. Стоя на светофоре, вы можете заметить, что холостой ход работает нестабильно. Четвертое. Также это связано с работой ДМРВ. Пятое. Двигатель глохнет при переключении скоростей. Если вы вовремя не переключили скорость, то двигатель с легкостью может заглохнуть. Шестое. Это повышенные или пониженные обороты. Стоя на парковке, с заведенным двигателем вы можете заметить, что иногда подскакивают обороты и держатся на высоком уровне. Это и сигнализирует о неисправности датчика ДМРВ. Конечно же, существуют и другие симптомы умирающего датчика. Но то, что я перечислил, это самое основное. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. Всем пока.